Первая прогулка по Москве после года отсутствия. Двор у нас по московским меркам тихий. В этот дом мы переехали в 88 году, когда меня еще и в проекте не было. Рядом с нашим домом большой парк с прудами, в них мама полоскала меня в проруби, когда проект уже осуществился. До метро от нас недалеко. На автобусе три остановки проехали, но мы предпочитаем ходить пешком. Знаменитые новые черемушки. Знаменитые тем, что в 1962 году на рабочей окраине Москвы начали большой эксперимент по ускоренному строительству домов улучшенной планировки. Потом эти экспериментальные дома легендарной хрущевки растиражировали по всему СССР. А вот тут скользко. Снежок небольшой, ледок небольшой, но свалиться вполне в школе, машиной. А, там снег убирают в школе, машиной. Ну вот уже и метро практически. И сколько мы сегодня потратили время? До минут за 15 дошли. Ну еще потому что не везде скользко. Ну вот здесь уже явно посыпали чем-то хорошим. Хорошо, что у нас подошвы. А у меня-то да, а у тебя вот тоненькая... Ну и что, вредная для ботинек. Хорошие цветы. Современные коробейники. Аутлет номер один. Это уже и шарики. Что-то они открывают. Открытие, что ли? Ясно. Вот так никакую крышу не надстроили. Входим в метро. Одна поездка 57 рублей. Если положить деньги на карту тройка, действующую на территории города Москвы, то одна поездка обойдется в 40 рублей. Приобрести карту тройка можно в любой кассе метро или в специальных автоматах. и эта девчонка прошмыгнула перед моим носом и заняла освободившееся место. Вот теперь стою перед ней, любуюсь, как она ловко пальчиками по телефону перебирает. Станция профсоюзная. Замучен тяжелой неволей. Переходим с Третьяковской на Новокузнецкую. Я эти экскалаторы еще с детства помню. Третьяковская на Новокузнецкая на Новокузнецкая. Третьяковская на Новокузнецкая на Новокузнецкая на Новокузнецкая. Тучи, тучи. О, доллар. Это наше всё. По нему теперь жизнь измеряем. Вот этот шоколадник. И блинчики по 49 рублей. Вот это звук Москвы. Вот такие. Вот когда я была маленькая, здесь находился музей революции. А сейчас государственный центральный музей из современной истории России. Как выяснилось? По крайней мере, вот дети познают современную историю. И дети точно познают. Такси, в общем, машина? Ну, уже приближается. Может быть, в центре. Потому что получается, поскольку в центре парковки очень дорогие. Ты говори громче, тебя не слышно. В центре парковки очень дорогие, поэтому все предпочитают приехать на такси и уехать на такси. От дома до работы, и от работы до дома. Или на метро. Портрет Ленина. Выступал. Выступал. Он здесь. Электротеатр. Малая сцена. А вон репертуарная. Какой, однако, Пиноккио современный. Посмотри, даже... Это Папа Карл, что ли, там, в инвалидной коляшочке? Вот это что такое? Я вообще не понимаю. Метри материалы. Вон, по трифтику Пайнера Мюллера. Был театр Станиславского. Да. Бедный Станиславский. Он, наверное, не верит. Нет. Сворачиваем с Тверской. Нам нужен трёхпрудный переулок. Опять круглая машина. Что-то ещё осталось от старой москоты. Ну, Левинсон. Весь февраль двойной лов. Вторая рыбка в подарок. Самое интересное, сколько стоит первая? А вот устрица тебе, пожалуйста. 196 рублей? Штучка. Штучка! О, мы тоже девятые ещё. Ну, они знают, куда, да? Я им всё скажу. Компания Дроговичков. Вот это всё. Часто непонятно. На окнах, на решётках. Профессовет да любовь замки. Вот вам и. Моста не было. Поблизости. Поблизости. Это, видимо, какой-то бывший доходный дом. Девятый. Девятый. Второе строение. Ну, это современный уже получается дом. А это какая-то как фабрика старая, что ли. Это мы обошли кругом. Вот то, что мы искали. Ну, давай, заходи. А вот куда и зачем, об этом мы вам расскажем в новой серии о наших московских похождениях. Продолжение следует. Продолжение следует.